итак я хотел бы сейчас рассказать о том как самолеты анимируются это в общем-то наверное заключительная стадия будет сейчас я буду вставлять вот в эту старую модель новую визуалку от сам дима и соответственно selection и восстанавливать в соответствии с их предназначением так сказать для начала что нужно скрыть все оси которые находятся в визуальном лоде чтобы они у нас не удалились нужно скрыть все прокси чтобы они у нас тоже не удалились и в ртуле надо вскрыть чтобы у нас были блеровые винты сейчас мы эту визуалку попытаемся скопировать он предварительно вот все что было старым для нас мы назовем как old чтобы его потом удалить теперь мы это новое копируем сюда подгоняем его под старое максимально потому что для нас это более чем удобно будет подогнать под старое в том плане что он все технические воды переделывать потом несколько было бы проблематично а так мы так сказать убиваем двух зайцев сразу удаляем старое во-первых значит что мы делаем здесь selection of таковых собственные нету и мы должны приступить к анимирование всей этой модели но я хотел бы проговорить во-первых некоторые моменты которые связаны с анимациями самолетов анимации соответственно здесь у нас на комьюнити без студии .com описаны ну например я поищу элерон мы увидим что он нам здесь найдет он найдет нам например описание того как это все у нас анимируется здесь много всего лишнего на мой взгляд написано я проговорю только самое основное ну во-первых все анимации все что касается модели нужно описывать в файле модул кфг потому что движок и собственно по которая забинарирует модели но заточено на именно нахождение кода в модул кфг почему потому что именно этот код будет зашиваться в забинарированную модель отдельно от конфиг цпп который будет опять же бинарится отдельно чего состоит этот самый модул кфг сначала описывается класс кфг скелетонс можно собственно говоря посмотреть что у нас есть по этому поводу в андвадцать четыре вернее в андвадцать шесть но по сути это старый конфиг андвадцать четыре вот здесь соответственно ну описывается внешний класс вращения это не обязательно хотя видим видимо видимо нам необходимо если мы говорим о анимирование самолетов то мы должны описать внешний класс самолет чтобы от него наследовать можно наследовать от дефолта соответственно в скелетонах мы должны описать класс наших собственных скелетонов вот мы назвали андвадцать шесть в три бонс наследовали от класса плейнс и у этого класса есть атрибуты из дискрет 1 дискретные и я честно говоря никогда не вдумывался то что они там означают ну что что важно для нас это кости скелетонов это массив соответственно селекшенов которые здесь описываются парами я уже говорил что селекшен может быть частью какого-то другого селекшена при движении в анимации вот соответственно например колеса они наследуются от джера это соответственно шасси задние дальше в кфг моделс уже описывается сама модель которая будет анимироваться здесь мы должны для ретекстура описать те селекшен которые в предыдущем видео были созданы а так ну собственно сделаем это у нас в принципе все в этом плане просто есть у нас селекшен вот этот меня спрашивают постоянно не постоянно но пару раз уже спросили задали такой вопрос почему как как по какому принципу действует set object текстур вот в секциях в кфг моделс описываются секция которые потом могут быть использованы в hidden selection и set object текстур у нас может быть применена к этим selection именно в том порядке в котором они здесь описаны и в котором они описаны в hidden selection в конфиге соответственно вот этот selection к нему можно обращаться по индексу 0 поэтому к этому с индексом 1 к этому с индексом 2 ну на самом деле other t мы не будем использовать потому что это внутренняя часть самолета и поэтому она ретекстурена не должна быть она всегда будет одной и той же причем она затекстурена текстура без альфа канала чтобы быть как как бы чтобы нутро было видимо через стекла которые двуслойными являются это очередная проблема не совсем я как бы в курсе как с ней бороться но ну вернее вот я борюсь так что просто делаю текстуру без альфа канала и они будут видны через двойные стекла а текстуры с альфа каналом видны не будут так что я сейчас открою 224 просто как образец того что нам нужно получить вот скорее всего я еще забыл джер триггер оставить здесь джер триггер должен быть как selection тут все в порядке теперь с чего я обычно начинаю я начинаю во первых мы должны удалить пустой selection нужно еще оговориться что нам нельзя удалять ну вернее закрывать окно редактора потому что selection в которых нет ничего они потом исчезнут а redefine всегда делать гораздо проще чем создавать текстуры заново вот соответственно начнем просто по алфавиту даже здесь никаких проблем нет с этим мы выделяем левой кнопкой не нужно нажимаем control h скрываем то что нам не нужно берем опять это тоже скрываем это у нас будет собственно говоря левый элерон левый элерон это у нас будет соответственно правый элерон здесь эти selection которые касаются ан-24 ан-24 мы удаляем оси у нас тут есть это мы не будем никак менять теперь рули высоты анимируем я прошу прощения что я немножко сумбурно все это проговаривают потому что перескакиваю немножко с одного на другое потому что в процессе работы несколько приходится отвлекаться от собственно процесса на то чтобы это все прокомментировать соответственно вот это у нас будет руль высоты правый левый так это правый левый правый теперь посмотрим что с закрылками у нас было разокрылки у нас в количестве двух штук по левому и правому борту сейчас скроем все что нам не нужно посмотрим что там в 1.24 как они были проименованы эти закрылки эти закрылки были проименованы соответственно таким образом внешние это первые внутренние это вторые так ну вот это flaps left left redefine это flaps left 2 redefine что я сейчас делаю я сейчас собственно говоря я селекшены восстанавливаю именно в том виде в котором нужно нам на самом деле анимации то уже написаны в модул кфг они будут абсолютно такие же для ан-26 какими были для ан-24 немножко немножко только нужно будет подправить оси в котором это все происходит так сейчас мы опять удаляем наверное все лишнее ну не совсем все лишнее здесь кстати немножко странно но они немножко отличаются видимо закрылки здесь закрылок не имеет эту часть что она себе представляет ну да мы ее должны скрыть это все-таки не является частью закрылка хотя пожалуй и это тогда не является частью закрылок это так направляющая наверное тогда мы должны там исправить то что нам нужно это у нас flaps right define так значит еще раз проверим значит flaps left flaps left удалим из нее направляющих таким образом вот нажимаем левой кнопкой ctrl h скрываем и опять выделяем делаем redefin для этой закрылки так значит мы закрылки сделали или ровно сделали рули направления сделали что тут еще у нас не совсем корректно блюры сделаны их нужно повернуть повернем их на угол сколько сколько так нет это не этот угол повернем их на угол допустим 30 градусов и выставляем их так как нам нужно вот таким вот таким образом здесь соответственно тоже нужно на 30 градусов повернуть я думаю потому что они примерно одинаковые теперь еще надо посмотреть вид сверху совпадают ли они собственно по нахождению винтов ну приблизительно совпадает нужно еще повернуть в ртуле наоборот в обратную сторону получается на минус 30 чтобы хотя у нас немножко это не совпадает нет все правильно на 30 градусов даже на 26 где-нибудь нет на 32 получается да где-то чуть побольше чем 30 34 градуса ну то есть что я хочу сказать это все делается на лету поэтому я здесь заранее не знаю как нужно преобразовать все это чтобы было корректно поэтому есть некоторые накладки так сказать процесс работы в реальном времени тут вряд ли можно будет это все исключить здесь еще нужно будет видимо на какой-то угол повернуть сами в ртуле эти то есть роторы так они более-менее сейчас будут совпадать теперь значит мы должны именовать винты винты соответственно вот это у нас будет в ртуле 1 вот это у нас будет в ртуле нет в ртуле 0 был предыдущий это будет в ртуле 1 теперь в ртуле статика во-первых в ртуле блюр мы удаляем в ртуле статика это собственно говоря лопасти которые скроются которые скроются у нас при вращении блюровые покажутся а статические скроются соответственно нужно обратить внимание что в секциях кфг моделс тоже должны быть описаны в ртуле статика и в ртуле блюр иначе ничего это работать не будет так теперь вращение колес у нас так здесь аксесс в колесу значит и в колесу это у нас поворот собственно собственно колеса при маневрировании как у нас такая вещица описано здесь посмотрим в колесо оно у нас тут полностью поворачивается как я вижу ну что ж можем может быть это не совсем корректно но для армы на самом деле этого более чем достаточно теперь мы смотрим закрылки мы сделали так сейчас нас волнует шасси ну во первых надо поскрывать все что нам не нужно чтобы оно у нас случайно не зацепилось опять же все винты надо удалить удалить не удалить а скрыть надо нам закрыть все подобные вещи перекрыть чтобы не у нас не вылезли в эти селекшен здесь немножко все получается кривовато потому что я пытаюсь снять как можно быстрее это все и как можно более сжато это когда торопишься это никогда не приводит к хорошим результатам тем более что эта работа а именно анимирование это львиная доля всех тех работ которые необходимо проделать при конвертировании то есть все остальное это брызги перенос и все 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 это у нас не самая большая часть работы самая большая часть работы это вот собственно анимации мы соответственно вот это назовем джир редефайн сделаем дальше у нас идут двери чердор L я еще метнусь немножко на колеса потому что я обычно их делаю в первую очередь но тут я про них немножко забыл вот соответственно это они колеса являются частью соответствующих тоже селекшенов вилс один является частью соответственно f колесо вот это видно в описании а соответственно f колесо является частью энджир энджир это у нас собственно говоря в колесо и собственно шасси тут метаюсь получается из стороны в сторону чтобы показать все более-менее так не знаю не то что понятно потому что прямо так чтобы понятно было не выйдет все кристально ясно описать потому что несколько объем великоват всего того что нужно проговорить так надо все это поскрывать поэтому я параллельно показываю то что в модула кфг было и пытаюсь соответственно эти селекшены сейчас переде файнить так сказать чтобы пытаясь сделать сказать все дела одновременно так что это у нас такое ну в принципе да наверное мы должны включить сюда все что нам нужно редефайн так ну вот какую-то часть мы сделали селекшенов посмотрим что у нас из этого всего выйдет в частности хотя бы механизацию посмотреть она вероятно очень криво будет сейчас себя вести потому что осень не меняли опять что-то произошло с винтами они соответственно всегда когда с ними производишь какие-либо манипуляции они всегда почему-то становятся непрозрачными честно сказать не знаю почему а да мы кстати забыли про роль направления это рудер так значит хвост мы отрезаем и мы должны описать руль направления он называется рудер мы просто по алфавиту еще до него не дошли самая муторная конкретно в этой модели это дверцы собственно шасси это все понятно лично для меня потому что здесь достаточно много и по ним нужно произвести изрядное количество изменений смотрим еще раз руль направления так это пользовательские анимации они нам немножко мешают скажем ротор должны крутиться винты они крутятся криво надо волосы восстанавливать так колеса колеса должны по идее красиво крутиться они собственно и крутятся красиво так рудер рудер у нас что-то здесь совсем плохо с рудером я даже знаю почему потому что рудер у нас находится в визуальном лоде а мы эту ось не скопировали из предыдущего из предыдущей модели которая была нам служила нам образцом так ну я хотел ведь проговорить то что было сказано на этой самой вики комьюнити без студия точка ру почему-то отвлекся и стал заниматься чем-то другим ну вот руль направления работает посмотрим рули высоты тоже работают более-менее или роны работают закрылки работают может быть немножко кривовато ну вроде как они даже в воздухе не висят что-то их держит во флайт семье это конечно немножко было бы казалось бы уродливым а тут не так обычно приглядываются к самолетам вот ну основное я сделал еще пока не сделал створки для шасси но так как эта программка она накладывает определенные ограничения на длину видео все начинает тормозить я сейчас как я надеюсь что как делать селекшены уже понятно это стало то есть мы выделяем левой кнопкой нужной нам части модели и либо создаем новый селекшен ну в случае если его нет либо делаем редефайн старого селекшена который у нас уже собственно говоря был и у нас при условии описания этих анимаций а вот они у нас все написаны у нас все собственно говоря заработает но теперь пришло время проговорить о том как эти анимации строятся я в принципе мельком уже касался всего этого у каждой анимации модул кфг вот они класс animations есть тип типы пробежимся по типам здесь соответственно должно быть описано что они какие типы могут быть rotation просто вращение вокруг указанные оси rotation x вращение вокруг оси x rotation y вокруг оси y rotation z вокруг z translation перенос вдоль оси параллельный перенос вдоль оси которая будет описана translation x translation y и translation z соответственно параллельные переносы по соответствующим осям координат height скрытие часто применяется например для тех же лестниц в самолетах директ это как тут написано вращение или перенос без использования selection в модели без оси я честно сказать никогда не пользовался даже опять же не задумывался что у нас дальше есть у нас есть сурс это типы сурсов здесь тоже описаны нужно проговорить какие здесь бывают типы самые важные самые важные джиры это соответственно шасси элерон соответственно поверхность элеронов элерон b элерон т вот к сожалению я первый раз заметил что они тут разные бывают но скорее всего они связаны как-то еще с воздушными тормозами ну не я пользуюсь только элерон сурсом элеватор это сурс для рулей высоты флап соответственно закрылки ротор вращение винтов рудер руль направления спидбрейк соответственно тормоза всякие фуэль ойл и прочее они делаются для индикаторов внутри кабины для того чтобы стрелки двигались и показывали нам либо уровень топлива либо еще что то еще что то еще что то есть для это все были аэркрафт для всех самолетов и вертолетов есть специальные для именно вертолетов кстати я для демперов например использую всегда альтрадар но здесь еще есть сурс демпер никогда не смотрел по моему он работает исключительно для по нормальному он работает а он корректно работает только с translation y вот поэтому я ему не пользуюсь никогда соответственно возвращаемся к тому с чего начали тип мы проговорили уже какие они бывают сурс тоже проговорили какие они бывают и нет фейс это фаза фаза инициализации я уже говорил бывает по моему нулевая единичная то есть с конца или с начала они период в секундах указан период собственно анимации selection это то что у нас будет вращаться axis ось вокруг которой все это будет вращаться angle 0 это начальный угол angle 1 конечный угол углы указаны здесь в радианах можно указывать собственно в градусах предваряя угол префиксом rat с пробелом еще говорю такой момент что оси могут быть как в лоде memory так и в лоде визуальном соответственно если они находятся в лоде визуальном memory нужно выставлять 0 если находится в memory memory нужно выставлять 1 то есть true false далее min value max value что они задают например для шасси от нуля до единицы анимации проходят все свои стадии соответственно створка должна открыться например где-то в самом начале потом где-то в середине они должны вынуться шасси ну вернее не не вынуться пройти вот то пространство которое закрывает створки и после того как пройдут шасси нужно это же створка должна вернуться соответственно я пишу как одна анимация будет от нуля до 0 2 то есть это это от нуля до двух десятых стадии собственно анимации общий джир например для нас самое важное это джир у шасси будет min value 0 2 max value 0 8 то есть он будет двигаться в стадии от 0 2 до 0 8 а закрытие створки будет уже от 0 8 до единицы то есть получится так что ничто нигде не пересечется они будут синхронизированы в соответствии с минимальными и максимальными значениями насколько я это все себе представляю но здесь я ничего менять не буду потому что здесь все повешено на триггеры то есть как как это все реализовано присваивается анимации то есть пользовательская анимация эти же пользовательские анимации описаны в config cpp и я одну единственную анимацию вешу на сурс джир это джир триггер у нас будет срабатывать тогда когда убираться будут и выпускаться шасси и на него повешен соответственно скрипт такой он на unity отрабатывает соответственно здесь пока живой этот ан-26 он проверяет все анимации пользовательские перевезены в соответствующие джир триггеру положение или нет и анимирует их соответствующим порядке то есть здесь min value max value не имеет вообще никакого значения потому что здесь я вручную это все описывал я просто про эти вещи не знал честно скажу теперь знаю но есть определенные минусы у использования анимации именно без триггера а именно у них почему-то аним период я не могу задать больше определенного значения они всегда достаточно быстро закрываются а вот с триггером я могу задать как сколь угодно большое время потому что анимации source user они полностью могут быть описаны как в плане аним период так и в плане всего остального ну я на этом заканчиваю эту часть в следующей части я как бы